Сегодня в программе. Девушка хотела стать счастливой и поставила на свое тело печать дьявола. Арендованная квартира стала могилой для двух друзей. Чье привидение мстит новым жильцам? Привидение убитой девушки помогло спасти жизнь. Почему невинно убиенные задерживаются на этом свете? Победа на российском отборе на Евровидении певицы Манижи вызвала негативные эмоции у жителей России. Никто ненавидит русских исполнителей больше, чем сами русские. Но в этот раз оно не остановилось на творчестве конкурсантки. Что за слова? Слушайте, я ее оцениваю с точки зрения таланта. Таланта нет. Таланта нет. Я подготовил себе здесь несколько сайтов, на которых я эти скандалы прям взял, чтобы все было точно. Хотя на этих сайтах, знаете, иногда так я что-то напишу, что стыдно читать. Скандал из-за клипа для Евровидения 2021 разразился на Украине. Ну, не на, а в Украине. Значит, на конкурсе Евровидения 2021 Украину будет представлять группа Гоэй клип на песню Шум вызвал возмущение украинских зоозащитников. Мене вопрос, шо там же вам зоозащитники не нравится? Успокойтеся. Значит, в своем сообществе, в Фейсбук, зоозащитная организация You Are Animals обвинила группу в использовании в конкурсном клипе редкой хищной птицы курганника. Ну, короче, оцей вот конюк, вот этот шоу, это конюк. Это он занесен в красную книгу. Видимо, получается, этого конюка уже изнасиловали в этом клипе, уже его, я не знаю, на шмате раздрали, и уже вот зоозащитники повстали. Эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях, только в научных и селекционных целях. Наша дорогая организация, как вы там называетесь? You Are Animals, You Are Animals Занимайтесь вот селекционированием и занимайтесь, как там что вы сказали? Изучением. Короче, занимайтесь изучением своих пташек. И на листе, пожалуйста, в Евровидение. Эту пташку просто принесли, она полетала там вокруг этого Чернобыля. Пташка села на руку Кате, и все, все, что она сделала, и Катя на ней посмотрела. Кате, кстати, вот такие клювик тоже, вот этот аксессуар, напоминаю клювик, вот это вот ястреба, че шо все-таки. И теперь шо нам? Птичек не использовать в клипах, че шо? Те шо, оно запрещено? Хто запрещено? Ничего они с ним не сделали. Это вони его не сильно эксплуатировали. Вони его привезли и завезли обратно. Він не умер. Ничего из него не сталося. Тем более его использовали для представления Украины на Евровидении в клипе. Это очень отважная миссия. Если б мне дали шанс побуть вместо того вот ястребя, че шо це таке на руке в Кате, я б согласился, еще дви ноги за. А так он ястреб побыв в клипе. Поэтому, знаете, такий скандал разразился, шухай не похмелый. Успокойтесь. Такие уже все задроченные. Уже ястреба нельзя им использовать. Уже они скандал устроили. Я не знаю, из этих людей, конечно, людям никогда не че не нравится. Люди никогда не поддерживают своих. Нет, треба обосрать Украина, а самая худшая, шо шо ты ястреба используешь? Шо ты его насилуешь в клипе, га? А ну, все, в суд на н... Боже. Ладно, ладно, следующий скандал. Ох, победа Манижи. Россия. Мы уже знаем, что Россия будет представлять Манижа с песней «Русская женщина». Это песня про феминизм. И Россия. Скандал. Боже. Во-первых, там скандал и расизм. Сплошной расизм. Шо она таджичка. Шо яхте таджичка буду представлять Россию. Цэ вы шо, куда таки годыцца? Россию должны представлять только коренные россияне, только дети Ивана Грозного. Понимаете? Манижи таджички с трех лет живущей в России была отказана в гражданстве. И ее признали недостойной представлять свою страну. По словам певицы, ее песня о трансформации и самоощущении женщины в последние несколько столетий в России. Короче. Не нравится всем, шо она таджичка. Успокойтесь. Шо вам мешает эта таджичка? Шо вона вам зробит? Она ж не до вас дохати пришла. Она просто представляет вашу страну. Если вам не нравится песня, ну це ваше мнение. Вы сказываете его, шо песня не нравится, с толерантностью. Будьте нормальными людьми. Не засирайте никого лишнего. Она таджичка. Ну и шо? Ничего. Она вам борщ не насрала, моими хорошими и любимыми. Она просто представляет вашу страну. Песня у ней классная. Мне понравилось, шо она поднимает такие темы важные. Шо женщина это уровень, шо женщина это вообще особистость. Шо она никому ничего не должна. Я вам скажу так, шо в Европе не сильно там такие проблемы есть, шо насилие в семье. А если у них даже е насилие в семье, а там есть абьюзинг в Европе, во всем мире есть абьюзинг. Там можно позвонить, и того абьюзера быстренько до стенки приставлят, его в тюрму посадят на три месяца. Хай я подумаю о своих поведениях. Если вы выпустите его дальше, он будет опять абьюзить. Вообще нахер на 10 лет заперты хай собеседить абьюзить стенки в тюрьме. Правильно, правильно. Все. Ой, третий скандал. Почему песню от Беларуси не допустили на Евровидение? Ой, это такое нечто. Мы под моей реакцией на Беларусь там столько ботов. Пишут, шо Лукашенко самый лучший. Вы что, как это? Эта песня, я слушаю ее вечерами. Эта песня олицетворяет мою страну. Не, ну может страну олицетворяет, но не народ страны, а руководство. Народ, конечно, возмутился. И вот, песня группы «Голосы с места» для Роттердама вызывала острую дискуссию. Европейский вещательный союз принял решение не допускать ее в таком виде на Евровидение. От Беларуси в Роттердам должны были ехать группа «Голосы с места». Их выбрали с закрытым национальным отбором. То есть, никто не знал, что выбрать, выбрали. Лукашенко там, наверное, чисто с иди выбирал. В песне, в песне присутствуют такие слова. Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему. Тебе же лучше самому будет. Конечно, это все подано под соусом, что это западные страны. Наши страны пляшут им под дудочку западу. Мы все понимаем, кто под чью дудочку пляшет. И белорусы уже устали плясать под дудочку. Поэтому они просто задизлайкали это видео. Там было 3000 лайков и 40 тысяч дизлайков. Ну, видимо, в Беларуси не хватило денег, чешо, чтобы накрутить лайков. На бота в комментариях хватило мнение, а вот так не хватило. Мне кажется, что песня уже представлена новая для Европейского вещательного союза. Но она не будет опубликована для народа. То есть, можно так делать, да, можно не публиковать его. Ни в интернете эту песню, ни в ютубе. И просто отправить свою песню в Европейский вещательный союз. Чтобы они ее проверили и просто вот допустили до конкурса. А публиковать никто не обязан ничего. Поэтому, мне кажется, что так и сделают. Что песню мы от Беларуси услышим в... Когда это? Во втором полуфинале вроде бы Беларусь выступает. Вот мы тогда и услышим песню в мае. Аж от Беларуси. Мне кажется, если так. Если не так, то будем записывать реакцию, будем обслушивать все это. Значит, скандал на Кипре для Евровидения выбрал сатанистскую песню в церковь «Возмущена». Значит, в этом году Кипр представляет Элена Цагрину с песней «El Diablo», что переводится как «Дьявол». Ох, боже. В Кипре там она, Лена Цагрину, в своем клипе использовала какие-то там, ну, не сатанинские знаки, а знаки этих вот масонов. Ну, типа масон. Ой, те масоны досракиванные. Это просто себе придумали звезды, чтобы про них была колись. Что, боже, я ж масонка, я масонка Тейлор Свифт, я масонка сама глава. О, на моей змеи в клипе, я там, я там показываю пальцы, змеи, рептилии. Ох, о любви к дьяволу сообщается на официальном сайте конкурса. Это событие вызвало резко негативную реакцию среди верующих, а Кипрская Православная Церковь назвала выбор песни «бахульство». Ах, боже, задроченные, ну ладно, я промовчу. Никто вас не будет слушать. Эта песня просто песня. И не треба приплетать сюда никакий смысл. Потому что люди будут голосовать за песню, люди будут голосовать за классную песню, а не за какие-то там церковные штучки. Вот это церковь ваша, боже, кому эта церковь сдалась? Пишите в комментариях, какой ваш скандал любимый, потому что я не знаю. У меня самый любимый, наверное, с этой с Эленой Цегрину. Что-то церковь уже прям церковь влазит в Евровидение. Что церкви нам только не хватало. Вже на своем, на цем Евровидении только той церкви. В своей Элене песня «Эль Диабло» называется «Дьявол». Потом две песни, которые называются «Аминь». Потом там «Албания». Там в албанской вообще клипе у них там есть дети молятся, умершие дети, есть свечки. Хай бог милый, тоже есть там «Мистика». Мистичные истории с Павлом Костицыным. Сегодня в программе девушка хотела стать счастливой и поставила на свое тело печать дьявола. Арендованная квартира стала могилой для двух друзей. Чье привидение мстит новым жильцам? Привидение убитой девушки помогло спасти жизнь. Почему невинно убиенные задерживаются на этом свете? В этом году треш, короче. Скандалы. Скандалы, 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 скандалы. Эти скандалы такие придуманные, все эти скандалы. Каждый год есть и в этом году не исключение. В прошлом году самый главный скандал был, который повлиял на всех, это коронавирус. Скандал коронавируса, Евровидение отменили. Ну и ничего мы сделать не могли. А тут коронавирус уже есть, уже немае кого скандала нового придумать. Уже все, новые скандалы. И Диабло, и Россия, значит, Манижа там ополчилась на ту бедную Манижу, уже она не знала, что делать. Потом Беларусь, что, ну Беларусь, понятно, да, вот этот скандал, вот этот реально требовал этот скандал сделать, чтобы отстранить этот ужас от участия. Ну и в Украине, боже, цей скандал по птичку. Птичка им не нравится, птичка Молгоклюйка им не нравится. Успокойтесь, боже, украинцы. Ничего в этой птичке не сделали страшного. Уже все, птичку изнасиловали. Фух. Пишите в комментариях, какой скандал ваш любимый, потому что, ну, посмотрите за этим всем. Скандалы, они украшают наш конкурс, они делают все веселее, прикольнее. И, ну, эти скандалы в России, самый, наверное, масштабный скандал и в Беларуси. А в Украине так, такие, знаете, птичка. Ну, птичка, да и птичка, господи, кому-то птичка всралась. Ух, мои хорошие, мои любимые, жду вас в комментариях. Давайте пообсуждаем уже эти скандалы, уже такие, господи, скандалы из пальца высосанные. Интересно просто было такое видео записать, потому что, ну, эти скандалы, они останутся в истории. Поэтому, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои реакции на Евровидение в этом году, на страны, на участников. И жду вас на своем канале. Чао-чао, бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok